Кубинка, Московская область, 23 августа. Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение, идут серийные поставки в войска, сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров. О чем речь? О солдате будущего нашей армии. Сегодня расскажем именно о нем. Приветствую, на связи НьюСолдат, и мы начинаем. Как отметил тогда Семизоров, все проблемы, которые возникают при эксплуатации экипировки, быстро исправляются. Он также заметил, «Вы все, наверное, знаете, что «Ратник» использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет. Экипировка «Ратник» впервые была представлена публике на Международном авиационно-космическом салоне в Подмосковном Жуковском в 2011 году. Уже на следующий год прошли первые опытные испытания экипировки, после чего она стала поступать на вооружение отдельных частей внутренних войск России. Разработчиком и поставщиком боевой экипировки «Ратник», а также некоторых видов оружия ближнего боя является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Климовске, Московской области. В марте 2015 года работа над вторым поколением «Ратника» была завершена. В том же году более 80 тысяч российских военнослужащих были обеспечены этой боевой экипировкой. Минобороны рассчитывают, что все военнослужащие российских сухопутных войск будут обеспечены этими комплексами в 2020 году. До «Ратника» российская армия пользовалась базовым комплектом боевой экипировки первого поколения «Бармитца», и хотя «Ратник» разрабатывался на основе «Бармитцы», его эффективность 8-10 раз выше, чем у предшественника. В начале 2016 года были начаты работы по созданию экипировки третьего поколения. Новое поколение «Ратника», которое уже называют экипировкой солдат будущего, будет принято на вооружение российских вооруженных сил к 2025 году. По предварительным оценкам, новый «Ратник» превзойдет зарубежные аналоги с учетом прогноза их развития до 2025 года. Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Солюков, анонсируя новый комплект, уверял, что совершенствование боевой экипировки позволит повысить эффективность ведения боевых действий, а также выживаемость за счет увеличения уровня и площади бронезащиты и использования системы медицинского мониторинга. Мобильность бойца должна повыситься за счет использования экзоскелетов и снижения массы вносимой части экипировки до 20 килограмм. Применять новую экипировку, по его словам, можно будет и в Арктике. В состав комплекта даже войдут часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва. Думаю, что наиболее удачные технические решения «Изратника» в нее войдут. Но это будет экипировка принципиально нового уровня по всем составляющим системам – защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. С применением экзоскелетных конструкций, системой вывода информации и целеуказания на забрало или защитные очки, системами поддержания микроклимата и мониторинга состояния военнослужащего, рассказывал он. По словам Солюкова, разработка третьего поколения боевой экипировки «Радник» может быть закончена к 2022 году. Как ожидается, реализация этого проекта позволит не менее чем в полтора раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. О «Раднике» всегда много говорят. Как вы думаете, почему? Оставляйте свои комментарии под видео. А тем временем давайте рассмотрим солдаты будущего поближе. Концепция «Радника» Новая российская экипировка «Радник» должна повысить боеспособность отдельно взятого бойца, повысить уровень его защиты, мобильности и существенно снизить потери личного состава за счет применения современных технологий и материалов. «Радник» — это не только новая форма, но это еще и сложный комплекс, включающий в себя индивидуальные средства связи, прибор ночного видения, систему защиты и непосредственно саму форму. Всего в костюм солдата будущего входит 10 различных подсистем и 59 различных предметов. Он должен обеспечить эффективное действие бойца днем и ночью в любых погодных условиях. Элементы экипировки В состав данного комплекса входят следующие составляющие. Комбинезон, изготовленный из специального огнеустойчивого волокна, способный выдержать попадание осколков. Бронежилет усиленный керамическими пластинами шестого класса защиты. Шлем, сделанный из специального материала, который выдерживает выстрел из ПМ с пяти метров. Система связи и целеуказания «Стрелец», способная передавать информацию о состоянии солдата и его положении в командный пункт. Система определения местоположения, способная решать задачи ориентации бойца на местности. Система энергообеспечения. Специальные защитные очки, выдерживающие попадание небольших осколков. Щитки для защиты коленей и локтей. Фильтры для очистки воды. Личное стрелковое оружие бойца с системой ночного видения или тепловизором. Специальный модуль для стрельбы из укрытия. Несколько различных видов тепловизионных прицелов. Для крупнокалиберного оружия, для обычного наблюдения и для ведения разведки. Тепловизионный прицел «Шахин». Служит для обеспечения стрельбы в любое время суток. Коллиматорный прицел «Кречет» и монокуляр ночного видения «Лунь». Специальные рюкзаки разных типов и размеров на 10 и 50 литров. А также разгрузочный жилет. Маскировочные комплекты, обеспечивающие малозаметность в инфракрасном диапазоне. Утеплитель для использования в холодное время года. Коврик, вентилируемая футболка, плащ, подшлемник, шапочка, противомоскитная сетка. Палатка и спальный мешок. Источник тепла. Аккумуляторная батарея для питания электронных устройств. Специальные наушники, которые можно использовать во время боя. Нож-шмель. И система определения «Свой-чужой». Условно, ратник — это пять подсистем, собранных в одно целое. Подсистема поражения, в которую входит стрелковое оружие. Подсистема защиты — это вся броня. Подсистема жизнеобеспечения — наушники, фильтры, часы, фонари и прочее. Подсистема управления — это оптика и электронные средства прицеливания и разведки. И подсистема энергообеспечения. Полный вес комплекта «Ратник» составляет примерно 20 килограмм, не считая оружия и боекомплекта. Этот боевой костюм покрывает 90% тела бойца. Бронежилет имеет многочисленные модификации. Еще одним несомненным плюсом «Ратника» является его модульная конструкция. Разработчики сделали все возможное, чтобы боец мог не ощущать неудобств, даже находясь в экипировке 48 часов. Электронные компоненты костюма обмениваются информацией, не используя проводов. Информация о местоположении бойца передается на командный пункт, поэтому вероятность быть пропавшим без вести у бойца в такой экипировке минимальна. Используя возможности комплекса, можно давать целеуказания зенитным или противотанковым комплексам. Также боец, используя телевизионный прицел, может вести огонь из-за укрытия или с бедра. «Ратник» могут использовать гранатометчики и снайперы для наведения огня. Насыщенность электроникой и отличная система коммуникации «Ратника» дает возможность превратить тактическое подразделение в единое целое. Комплекс «Стрелец» позволяет солдату передавать на командный пункт не только текстовые и голосовые сообщения, но и передавать видео с поля боя. По многим характеристикам, вес и уровень защиты, «Ратник» превосходит зарубежные аналоги. В частности, «Ратник» превосходит свой французский аналог «Комплекс Феллин», который недавно хотело покупать Министерство обороны Российской Федерации. Еще можно добавить, что средний срок службы одного комплекта обмунтирования будет составлять пять лет. Вот правда, стоимость одного комплекта этого обмунтирования составляет примерно один миллион рублей. Руководство Министерства обороны России обещает к концу нынешнего десятилетия обеспечить каждого военнослужащего подобным костюмом, но, учитывая нынешний кризис, в подобные обещания верится с трудом. «Ратник» будущего Несмотря на успешность боевого применения КБ «Ратник», перспективы для роста еще имеются немалые. По мнению специалистов, работы неизбежно будут вестись с упором на уменьшение элементной базы всей носимой электроники, с возможностью максимального повышения ее эффективности. Отдельного упоминания в этом вопросе заслуживает бронешлем, продемонстрированный разработчиками в рамках форума «Армия-2017». Безусловно, это всего лишь концепт, однако уже сейчас понятно, что большинство прицельных и навигационных приборов перейдут из разряда носимой электроники в состав интегрированной. Судя по представленному на форуме «Армия-2017» образцу, уже подверглись значительному пересмотру транспортные системы комплекта, вероятно, для переноски тяжелого вооружения вроде противотанковых ракетных комплексов или других устройств и грузов. Экзоскелет, по некоторым оценкам, позволит утроить вес носимого снаряжения. О классах защиты бронепанелей разработчик ничего не сообщает, однако относительно нового бронешлема директор ЦНИИ «Иточмаша» Дмитрий Семизоров уже раскрыл некоторые подробности. По его словам, шлем будет обладать интегрированной системой прицеливания, управления и связи. Кроме того, он сможет распознавать объекты на поле боя в системе «Свой-Чужой». Шлем сможет оценивать физическое состояние бойца, а также выполнять функции противогаза и защищать его от химической и бактериологической атаки. Корпус бронешлема будет выполнен по модульной конструкции из новых материалов. Костюм, в свою очередь, обеспечит защиту всей поверхности тела военнослужащего. В его состав войдут элементы системы оказания медицинской помощи при ранениях, оценки физиологического состояния, предусмотрено модульное баллистическое усиление в местах проекции жизненно важных органов. «Костюм, который будет применяться при штормовых операциях, получит круговое бронирование», добавил Семизоров. Через 10-15 лет, когда ОКР «Ратник-3» плавно перейдут из эскизов в опытные, а затем и в серийные изделия, станет понятно, насколько сильно изменится облик российского солдата будущего. Вероятно, к тому моменту все средства связи, навигации и передачи данных превратятся в одно единственное устройство, а круговое бронирование самого костюма позволит бойцам действовать максимально эффективно. На этом все. Надеемся, наш сюжет оказался для вас интересен. Оставляйте свои комментарии, критикуйте и хвалите. Дополняйте этот сюжет своими мыслями и предлагайте новые темы. Мы всегда открыты для диалога. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте рассказать про нас своим друзьям и обсудить с ними самые цепляющие моменты. До новых встреч, друзья!